Ждать бесполезно. На улицах города больше не будут разливать молоко. Зареченские пенсионеры разочарованы отменой уличной торговли ценным продуктом на розлив. На Мира 54 пожилые горожане даже собрали соседский совет, чтобы обсудить эту новость. Понедельник, среда, пятница. С 9 часов и до часу. Привозили молоко. Молоко хорошее. Всем хватало, все довольны. Расстояние тут небольшое. Не только с нашего дома, а с нашего микрорайона. Вот здесь вокруг все туда ходили. В пятницу я последний раз был за молоком стоял. Когда продавщица объявила об этой ситуации, народ сразу стал недовольный. Некоторые зареченцы предпочитали покупать только разливное молоко. Горожане утверждают, что оно было не только дешевле, но и вкуснее пакетированного. Из борщи лучше, чем пакетная. Из пакетного ли ваша как синя. Как там? Одна вода. Цена вообще. Здесь 40 рублей, а там очень дорого. Одна вода. Больше всего напрягает. И цена. У меня вот пенсии маленькие. Нет, не сколько сливок. Вот так вот дуешь и все. И все. В этих бочках мы берем так вот на полтора пальца, а сой есть. В продаже разливного молока в Заречном занимается комбинат детского питания. И именно здесь принималось решение об отмене торговли из бочек. За разъяснением ситуации мы обратились к руководству муниципального предприятия. Эти бочки, они работают как цистерны. То есть их задача сохранить температуру жидкости, которая там находится, в течение 6-8 часов и не дать ей измениться там больше, чем на 2-3 градуса. Привезти ее в надлежащее состояние не представляется возможным, потому что внешне металлическая часть, она даже не подвергается сварным работам. Дело в том, что она вся сгнила. По словам директора комбината детского питания Натальи Токаревой, о возобновлении торговли разливным молоком из бочек говорить рано. У предприятия пока нет возможности приобрести новые цистерны. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok